Добрый день, друзья! С вами студия Инонокин Игорь, заместитель главного редактора и Гранд Медиа. Хочу поговорить с вами о ситуации в моих любимых странах Центральной Азии. В частности, хотел поднять вопрос об Узбекистане. В связи с приходом нового президента, относительно, конечно, нового, но на фоне Каримова, который сидел десятилетиями в своем месте, он новый, президента Шевката Мирзиёева, многие связывают потепление, так сказать, потепление климата в Узбекистане. Многие, в том числе даже международные организации, находят, видят какие-то ростки свободы, якобы ситуация с правами человека становится лучше. Ну, я, конечно, не являюсь экспертом в области прав человека, но, тем не менее, та информация, которая есть у меня, которую я получаю от правозащитников и от граждан, которые обращались за помощью в написании кейсов на получение убежища, она говорит о том, что ситуация не очень хорошая. Например, ну, как пример, можно привести то, что вот совсем недавно, летом, в Узбекистане начались массовые задержания людей за посты в Фейсбуке. То есть, людям, люди, которые написали какие-то посты в Фейсбуке с критикой политики правительства, которые затрагивали вопросы культуры, вопросы религии, вот, они были арестованы. По такой схеме это происходило. Значит, они размещали кейс, прошу прощения, они размещали посты. Вот, через некоторое время, я не знаю уж, какая служба у вас там это дело отслеживает, но, тем не менее, такая и есть. Выясняли IP-адреса и, соответственно, физические адреса, где находятся эти компьютеры, сообщали в местные органы внутренних дел, в милицию. Те приходили, задерживали людей, конфисковывали, ну, забирали, не знаю, возвращали ли потом или нет, но забирали компьютеры, оборудование, с которым они выходили. Есть, ну, могу назвать конкретные имена людей, которых задерживали. Это блогеры Адхам Алимов, Атабек Усманов, Миразис Ахмедов, Зиявуддин Рахим, Тулкен Астанов, Турабек Баймерзаев, вот 9 человек есть, Дельшот Халилов, Хуршебек Мухаммад Разиков, Иркин Суламон. Да, вот, людей задерживают, сажают в обезьянник, как это в просторечии говорится, и держали по нескольку часов. Некоторых пытали, требовали, чтобы они подписали, ну, сам оговор, по сути дела. Они сами себя оговорили. С них брали подписки о том, что они не будут в будущем участвовать, прошу отметить слово, подозрительной деятельности, причем слово подозрительной никаким образом не является юридическим термином. То есть, и получается, что человеку вообще нельзя никак высказать свое мнение. Такая практика у вас существует. Поэтому, уважаемые друзья, будьте осторожны. Не верьте особенно тем, кто будет подтверждать, что у вас все хорошо. Узбекистан, может быть, он и стоит на пути к демократическому государству, но до сих пор еще есть определенная опасность для тех, кто хочет открыто высказать свое мнение. Спасибо. Спасибо.